А потом говорит Всевышний Аллах Он тот, который создал небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся над престолом. Он знает, что входит в землю, и что выходит из нее, и что не сходит с неба, и что поднимается на него. И он с вами, где бы вы ни были, Аллах знает обо всем, что вы делаете, Аллах видит все, что вы делаете. Это продолжение аятов из суры Аль-Хадид, аятов первых, начальных аятов, суры Аль-Хадид, очень важных аятов, разъясняющих акиду, разъясняющих атрибуты Аллаха. Сказано, создал небеса и землю за шесть дней. Ага, опять опровержение, кому последователь вахты туль-вуджи. Вот создал, Аллах создал, есть творец, есть что творение. Аллах создал небеса и землю со всем, что есть в них, довод на разницу между творцом и творением. Что Аллах, это творец, все, что кроме него, это творение. То есть весь Кур'ан, смотрите, он опровергает на самом деле то, что говорят последователи вахты туль-вуджи. Сказано, за шесть дней, первый день это воскресенье, первый день сотворения, последний день это пятница. Это последний день сотворения, Аллах распределил сотворение по этим дням. Если бы Аллах захотел, то все созло бы за один миг. Аллах, по мудрости своей, распределил сотворение вот так вот на дни, как сказано в хадисе, создал горы, в день воскресенья и так далее. Есть аяты, есть хадисы, которые разъясняют нам, как именно создал Аллах, то есть как распределено по дням было сотворение. Аллах говорит в Кур'ане, в суре Фуссилят. Скажи, неужели вы не веруете в Того, Который создал Землю за два дня, и делаете, предаете Ему равных? И он, который устроил на ней прочно стоящие горы, и дал благодать на ней, и распределил на ней пропитание. Все это за четыре дня. То есть сотворение Земли за два дня, и распределение, потом последующие еще два дня, это распределение, пропитание, устроение Земли и так далее. То есть всего за четыре дня. Затем обратился к небу, оно было дымом. И сказал ему, небо и земле, придите покорными добровольно, или по принуждению все равно придете. Они сказали, мы пришли покорными добровольно, и устроил их, закончив сотворение, то есть небеса, в виде семи небес за два дня. То есть если ты все это сейчас сложишь, получится два дня, два дня, два дня, сколько будет всего? Получается, что шесть дней. Вот это вот разъяснение, подробное разъяснение того, что сказано в суре Аль-Хадид висит Татьяям за шесть дней. Как именно за шесть дней? Аллах Субханатаре разъясняет в суре Аль-Фуссалят. Как мы сказали, Аллах Субханатаре всемогучий, Аллах Субханатаре может все создать за одно мгновение, но Он создал, и за великой своей божественной мудрости, по своему промыслу, это за шесть дней. Распределил вот так вот на дни, и он встал, и затем вознесся над престолом. Зашел на престол. Что такое истова аля иртафа? То есть поднялся, взошел, возвысился. Это истова. Как вы знаете, Аль-Арш, престол, это самое великое из творений, это самое высокое из творений над всеми творениями. Арш над всеми творениями, это величайшее творение. Аль-Арш, Аллах Субханатаре, Он над престолом. Но при том, что Он над престолом, Субханатаре, при своей этой возвышенности, ничто, что есть на небесах и на земле, не скроется от Аллаха. Не скроется от Него то, что есть на дне океанов, на самых глубоких глубинах океанов, ничто не скроется от Аллаха Субханатаре, в каком бы месте это ни было. И поэтому дальше Аллах Субханатаре говорит, Смотрите, сказав, что Он над небесами, после этого Аллах Субханатаре говорит, знает при этом. Знает, что входит в землю и что выходит из нее. Что входит в землю? В землю входят умершие, их погребают туда, хоронят нас, погребают в землю. Какие-то клады, которые люди зарывают туда. Все знает. Человек прячет туда что-то, роет в ямку свои какие-то сбережения. Все это известно Аллах Субханатаре. То, что выходит из земли. Растения выходят из земли, ископаемые, люди добывают из земли, руды и так далее. Знает все то, что не сходит с неба. С неба не сходит дождь, сверху не сходит, сверху не сходят ангелы, сверху не сходят людям пропитание. И то, что восходит на небо, восходит на небо ангелы, поднимаются на небо деяния людей, деяния людей. Все это поднимается к Аллах Субханатаре. И вот здесь вот довод, на что довод? На возвышенность Аллаха Субханатаре. Здесь в этом аяте сразу несколько доводов. Во-первых, сказано, что Аллах Субханатаре, Он вознесся над престолом, поднялся над престолом, указывается на возвышенность Его, что Он над престолом. А потом сказано, что что-то поднимается к Нему, что-то не сходит от Него. то это все доводы на возвышенность Аллаха Субханава Та'аля. Он с вами, где бы вы ни были. То есть вы люди, верующие и неверующие, Аллах Субханава Та'аля, Он со всеми вами. Это то, что называется маия амма, то есть общее сопутствие. Аллах Субханава Та'аля со всеми, со всеми творениями, как своим знанием, то, что называется ихата, охватыванием всего, но при этом сам Аллах Субханава Та'аля сущностью Своей, Он над престолом, но Он с вами, Он близок к вам. Аллах Субханава Та'аля контролирует вас, наблюдает над вами, Аллах знает все, что вы делаете, ничто не скроется от Него, где бы вы ни были, в каком бы месте вы ни были, ничто не скроется от знания Его, и вы не можете укрыться от взора Его, Субханава Та'аля, Он видит вас, где бы вы ни были, в Аллаху бимата амалюна, басыр, заканчивает Аллах Субханава Та'аля, это таят, и Аллах, Он знает и видит все, что вы делаете. Обратите внимание, и все время мы говорим об этом, почему важно изучать религию под руководством знающих людей, не так, что ты читаешь что-то или смотришь что-то сам по своему выбору, а именно изучаешь в том порядке, с теми акцентами, с теми ударениями, на которые указывают ученые, что ты сам не знаешь, что первичнее, что приоритетнее, что важнее, на что нужно сделать больше ударения, на что меньше. Человек, когда он сам вот так вот выбирает, особенно сейчас, в эпоху интернета, там многочисленных роликов, как он листает соцсети, группы, каналы, и выбирает как что-то вот по названию понравилось, и он смотрит, послушаю это. Он не выбирает по принципу «это важно, это полезно», он выбирает по принципу «нравится», «не скучно», «хорошо», «оратар хороший», «тема веселая» и так далее, «занимательная». Поэтому важно изучать религию под руководством ученых. Они расставят акценты, они поставят ударение. Поэтому то, о чем сказано в Куране, много, о чем в Сунне говорится много, о чем много говорили сахабы, о чем много говорят улема, и мы тоже об этом, значит, должны говорить много и уделять этому много внимания. Понятно или нет? А не так, что люди берут что-то из религии, да, это из религии, но религия дала этому определенное место. Вот столько в этом большом круге религии. Они же взяли вот это, чему уделяется вот столько времени, вот столько вот места в этом круге, оно находится где-то с краю, и поставили это в центр круга и сделали, что это главным в религии. А то, что было главным в центре, они наоборот это куда-то запихнули в угол или вообще что выбросили из круга религии. Вот чем опасно изучение религии без руководства знающих людей.